Начнем мы, Дмитрий, с того, что происходило этой ночью. Конечно же, в Кремле потеряли свои потные ладошки и нажимали кнопки условные, отправляя очередные смертоносные машинки в Украину. В ночь 31 декабря на 1 января российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Камикадзе, шахидами 131-136, из них 45 были сбиты. Особый цинизм был, что на некоторых из этих дронов, мы можем показать, они официально были, эти фотографии были уже официально опубликованы, мы видим, что они были с надписями «С Новым годом», там какие-то елочные шарики и так далее. То есть это такая уже грань цинизма, которая перейдена. Она перейдена была давно и много раз уже до этого, но просто еще раз доказывает, что ничего человеческого там нет. Василий, ну мы понимаем, с кем имеем дело. Это не люди, это вообще просто не люди, если коротко. Мы видели их в действии все эти 10 с половиной почти месяцев. Мы знаем, кто они, мы всегда от них ждем. Мы понимали прекрасно, что по закону жанра на Новый год они постараются нанести наибольший урон. Они не захотят, чтобы мы нормально праздновали. Они будут делать все для того, чтобы перегадить нам настроение. Но они настолько идиоты. Вот я поражаюсь, честно. Вот они идиоты. Или они картинку для этого дебила делают Путина, я имею в виду. Или они сами все дебилы поголовно там. Вот представьте себе, Украина отмечает Новый год. Они нас пытаются бомбить. Ракеты присылают, эти шахеды. Люди стоят на улице и поют гимн Украины. Понимаете? И кричат Путин хло на все дворы. И флаги, и улыбки, и шампанское открывается. Но они не понимают, что это другая нация совершенно. Политическая нация, я имею в виду. Это другое общество. Но на что он рассчитывал? Вот на что он рассчитывает все это время? Сначала на то, что он лишит нас тепла и света, и воды. И люди пойдут под офис президента с криками «Зеленский!» Иди подписывай с Путиным какие-то соглашения. Быстрее надо прекращать войну. Тупость невероятная. Как надо не понимать Украину, не знать ее, не чувствовать, не ощущать. Это редкостный дебилизм. Редкостный. Я смотрю, мне смешно, честно. Не пошли люди к офису Зеленского. Ну, думают, ах, так, ну пропадите вы пропадом. Я вам сейчас буду все вырубать. Ну, во-первых, у нас хорошее ПВО. Наши западные друзья позаботились об этом. А наши прекрасные защитники в кратчайшие сроки овладели искусством пользования западными образцами военной техники. Во-вторых, ну, ты же не можешь. Во-первых, у тебя нет таких запасов ракет. Во-вторых, ну, ты не можешь всю Украину там разбомбить. Это невозможно. Ты не можешь город маленький разбомбить даже. Ты стоишь под Бахмутом уже сколько времени. Ты продвинуться не можешь. То есть, ну, полная импотентность, неспособность, не сграбность демонстрируется этой армией. Это фейковая армия этим идиотом Путиным. Ну, хорошо, ну, бомбят. Дальше что? Ну, бомбят. Ну, вот, да, гостиница пострадала, дочь Вита, и пострадал дворец Украина. Прекрасное место Киева. Ну, мы же это отстроим. Дальше что? Ну, что дальше? Ну, вот, интересно играть же в шахматы. Интересно играть. Причем с хорошим шахматистом. Здесь чувак сел, поставил шашки, играет в Чапаева просто. Ну, там же мысли нет. Ну, дальше что? Ну, разбомбишь ты какую-то еще инфраструктуру, восстановим. Что еще? Дворец культуры какой-то разбомбишь, восстановим. Дальше что? К чему это ведет? Ну, ни к чему. Это тупик. Для Путина это тупик. Поэтому украинцы не боятся его. Украинцы знают ему цену. И украинцы твердо верят в свою победу. Это самое главное. Вот вчера я с очень многими людьми говорил, разными людьми. От совершенно простых водителей до каких-то очень больших генералов. Ни у кого нет сомнений в том, что мы победим. Многие говорят, да мы уже победили. Важно это все оформить правильно. Поэтому совершенно бесперспективная история у Путина. Ну, бесперспективная. И это вызывает уже смех даже. Ну, вот 5 января по всем показателям Путин начнет следующую волну мобилизации в России. Срок назван 5 января. Это источником нашей разведки. Я хочу сейчас, я же знаю, что многие смотрят в России нас. Я хочу сказать всем россиянам. Ребята, первая и вторая партии мяса, которые прислали на украинскую землю, уже утилизированы. Смотрите, ну, каждый день убивают такое количество русских солдат, что просто это вообще уже ни в какие ворота, наверное, не лезет с точки зрения российского общества. Ну, ладно, общество все равно оно покорное, как бараны. Отправляйте своих детей на убой, мужей. Ну, отправляйте. Хорошо. Но их убивают. Ну, их просто убивают, утилизируют. Ну, больше ста с чем-то тысяч уже утилизировано здесь русских людей, российских людей. Что дальше? Путин понимает, что у него есть резерв в живой силе. Он готовит 5 января следующую мобилизацию. Я хочу обратиться к вам. Если вы не хотите стать золой, травой, я не знаю, там, землей, убегайте из России. Я думаю, что после пятого закроются все границы. Но у меня есть твердое ощущение. Бегите, пока не поздно. Вас убивать будут. Бегите. Ему все равно, сколько вас убьют. У него есть своя цель. Он хочет усидеть в своем кресле. Потому что Путин твердо понимает. Если он лишается поста президента, он лишается жизни. За ним сразу придут. Поэтому для него один путь. До последнего, до конца, до последнего русского сражаться с Украиной, чтобы заставить ее капитулировать. Но вы не заставите Украину капитулировать. У нас оружия очень много. Очень хорошего оружия. Приходит все новое и новое. Посмотрите, как работает ПВО. Как работают наши ребята на западной технике. У нас уже натовская армия, по сути. У нас практически не осталось советских старых этих дубовых образцов нетехнологичных. Высокотехнологичная мобильная армия. Прекрасное оружие, которое улучшается все время. Я вам скажу больше. Украинский оборонпром тоже не спит. За эти месяцы кое-где, кое-кто, кое-что делает. И делает настолько. У нас же есть прекрасные разработки. Вы же не забывайте, я к россиянам обращаюсь, что Украина космическая страна. Что самый большой в мире ракетный завод под названием Южмаш находится на территории Украины. В Днепропетровске бывшем советском. Так понятнее. Сейчас это город Днепр. Что такое Южмаш? Ребята, это десятки этажей вниз. Там под Днепром десятки этажей вниз. Ваши ракеты и бомбы его не достанут. Но производится все. Не обязательно на Южмаш, а производится в разных местах. И Украины, и не Украины. Так я намеком говорю кое-что. Украинское оружие настолько сильное и новейшие разработки, и старые разработки. Что под боем находится вся территория России. Ребята, если вы думаете, что это мы прилетели в Энгельс, разбомбили там ваш аэродром, где хваленые бомбардировщики стоят, Ту-204 и так далее, несущие ядерное оружие. Причем ваше ПВО говняное. Оно же даже не засекает. Смотрите, взрывы то в Белгороде, то в Воронеже, то в Ростове, то еще где-то. Ваше ПВО не справляется с задачей. А украинское вооружение такое, что пройдет еще какое-то небольшое время, и в городах России, включая Урал, Сибирь, начнут греметь взрывы. На военных заводах, на предприятиях, на нефтебазах, на аэродромах. Россия будет в огне, Россия гореть будет. Ребята, поэтому или вы останавливаете своего карлика тупоголового, или бегите из России, потому что превратитесь в мясо такое же бесславное. Или что-то делайте, свергайте его. Во всяком случае, я вам скажу сегодня, 10,5 месяцев войны позади, ваши жизни, ваше будущее, ваша судьба находится в ваших руках. У вас выход один. Или убежать из России, чтобы не стать золой и землей, и травой. Или свергнуть Путина, потому что он вас доведет до Цугундера. Я вот, видите, я спокойно же говорю. Я пытаюсь до вас достучаться, потому что у вас скоро будет все гореть вокруг вас. России больше нет. Россия это объект, объект атаки со стороны украинских вооруженных сил. Вы натворили нам много горя. Вы принесли нам много зла. Вы очень много убили украинцев. Вы очень много разбомбили мирных украинских городов. Вам за это не будет пощады. Будет гореть земля у вас под ногами. У вас там война переместится на российскую территорию. Если вы хоть немножко имеете мозгов в голове и видите, что вы не способны влиять на ситуацию, сваливайте. Чем быстрее, тем лучше. Продолжение следует...